Все, поехали. Привет зрителям, привет Леша. Я сегодня общаюсь с Алексеем Кртынником, разработчик, у которого больше, наверное, 8 лет опыта. Это фуллстек разработчик, судя по LinkedIn. Блогер, у которого 2000 плюс подписчиков. Да, я сегодня смотрел, проверял. И также я могу сказать, что, наверное, предприниматель или соучредитель IT-школы, IT-курсов. Привет, Леша. Привет. Всем привет. Меня зовут Леша, я разработчик. Опыта у меня чуть более 6 лет на самом деле. Два года опыта у меня было не в разработке программ, а в общем в сайтостроении. Я не считаю это таким базовым опытом разработчика именно. Но тем не менее. Как ты правильно отметил, у меня есть канал. Я с недавних пор заинтересовался в обучении людей через предоставление качественного контента на YouTube. Есть IT-школа, тоже мой недавнишний проект, в котором мы учим ребят создание сайтов, мастерство программирования. Спасибо, Леша. Я уже, ну, как бы я хотел задать этот вопрос, чтобы ты рассказал чуть-чуть о себе. Спасибо, что рассказал. Для меня вся эта информация новая, потому что мы с тобой не знакомы. Я в Украине, ты в Белоруссии. Да. Вот, и у нас сегодня такой формат записи нашего интервью. Леша, поскольку основная моя аудитория на сегодняшний день это люди, которые либо хотят попасть в IT, либо уже в IT. И люди, которые занимаются бизнес-анализом, это продакт-оунеры, это бизнес-аналитики, системные аналитики, это продакт-менеджеры. У меня сегодня будет к тебе очень много вопросов, которые будут связаны с тем, с коммуникацией, да, и коллаборацией между разработчиком и человеком, который поставляет требования. Вот, расскажи, пожалуйста, со своей колокольни, кто такой вот для тебя бизнес-аналитик или продакт-оунер, потому что, знаешь, ходят слухи, да, это как про суслика, ты видишь его, а он есть. И у всех разное мнение. Я бы хотел послушать с твоей точки зрения. Хорошо. Стоит отметить, что в моей практике была работа с бизнес-аналитиками, потому что на самом деле не у всех разработчиков на проектах есть бизнес-аналитики. Я работал на нескольких компаниях, и вот на текущей компании, на предыдущей доводилось с вами работать. Кто такой продукт-оунер, бизнес-аналитик? Я вообще как разработчик, наверное, разграничиваю эти термины. Все-таки продукт-оунер – это больше роль в скраме классическом, это ответственное лицо, ответственное за те задачи, которые мы будем поставлять, которые будут поставляться разработки, которые мы будем разрабатывать, которые будут присутствовать в финальной версии продукта в MVP, либо в финальной версии в каких-то релизах. Бизнес-аналитик – это скорее специалист, если утрировано, то это специалист, который наполняет бэклог, который ставит задачи на разработку, который является провайдером языка продукт-оунера на язык разработки. Это, наверное, понятие такое обобщенное, то есть любой бизнес-аналитик не рано или поздно на начальных этапах должен, по моему мнению, заниматься наполнением бэклога. Потом, насколько я знаю, бизнес-аналитики могут уходить в разные ответвления. Как ты говорил, это и системный анализ, это и анализ бизнеса, полностью отличенный от разработки продукта, именно кода, написание кода. Это и какой-то, наверное, дата-анализ. Я понял. Да, совершенно. Ну, как бы с моей точки зрения, потому что мы общаемся просто как два специалиста, я не гуру глобальный, но с моей точки зрения, да, я тебя полностью поддерживаю. Слышал ли ты когда-нибудь название позиции Requirements Manager? Есть ли в Белоруси такое? Потому что в Украине… Нет, честно говоря, не слышал. Даже вот недавно с бизнес-аналитиком интервью делали, и он не упоминал такого. Хорошо, просто с моей точки зрения, да, то, о чем ты говоришь, украинский рынок, IT-рынок, он наполнен аутсорсинговыми компаниями. И то, что я несу, то, что я рассказываю, то, что я вижу, это связано больше с Requirements Manager'ами. Это люди, вот как ты говоришь, да, которые работают с бэклогом, наполняют бэклог и поставляют задачи на разработку. А Product Owner – это уже человек больше приближен к бизнесу, и он более управляет самими фичами. Это приоритизация, и что будет входить там в то же самое MVP и так далее. Приоритизация, конечно. Хорошо, я слышал тебя. Это не каждый разработчик, то есть я бы хотел это видео так же само показать людям, которые занимаются разработкой, потому что то, как ты говоришь, да, не каждый разработчик имеет у себя в команде аналитика или там человека, который, в принципе, помогает разработке. Скажи, пожалуйста, какой вот у тебя опыт был, вот был ли у тебя конкретно с бизнес-аналитиком и с Product Owner'ом опыт? Мне тут немножко сложно разграничивать эти понятия, ну, точнее, легко разграничивать, но сложно сказать, кто есть кто. Был опыт с таким типичным бизнес-аналитиком, который разрабатывал бэклог. То есть я в стартапах участвовал в свое время, и вот первый мой опыт работы с бизнес-аналитиками был в рамках стартапа. Значит, в стартапе я был главным разработчиком, также у нас был парень-носитель идеи, он же выступал Product Owner'ом, он поставлял нам все новые фичи, генерил их, приоритизацией занимался. И было два бизнес-аналитика. Один – джуниор бизнес-аналитик, девчонка, которая недавно курсы закончила, и она в основном занималась тем, что вела бэклог, записывала все эти фичи. Плюс у нее был небольшой технический бэкграунд, ну, как небольшой, в виде университета. И она достаточно хорошо эти фичи могла переложить на язык программирования. А второй парень, бизнес-аналитик, он уже такой поопытнее был, он работал над макапами, он работал над тем, как эти фичи должны работать. Вот, как-то так. То есть он уже больше описывал функциональное поведение той либо иной фичи, и больше, наверное, общался вот с носителем идеи. С носителем идеи там говорил, что хочу, когда у нас был стартап связан с календарями гугловыми, он говорил там, хочу, чтобы календарь просто открывался у пользователя на телефоне таким-то образом, то вот второй бизнес-аналитик, он подходил к этой задаче более кардинально, он смотрел, какие еще могут быть зацеплены дополнительные задачи при разработке этой задачи, какими путями можно ее реализовать, как задачу реализовать оптимальнее и для бизнеса, и для разработки. Вот это был такой первый опыт столкновения с бизнес-аналитиками. И вот оттуда у меня сложилось впечатление, что бизнес-аналитик – это человек, который работает с бэклогом и который работает с фичами, да, с фичами с наиболее оптимальным путем разработки этих фич, связующее звено разработчиков и бизнеса. Потом же в компании моей предыдущей, которой я работал, был у нас большой проект, достаточно большой американский проект. У нас было 10-15 разработчиков, большая команда тестирования, и на все это дело был один бизнес-аналитик. Были менеджеры на проекте, которые непосредственно с бэклогом, кстати, и работали, два менеджера. А бизнес-аналитик, его так называли, он с разработкой практически никак не контактировал, он работал исключительно с бизнесом. Система была направлена к бумагам американских, и бизнес-аналитик занимался исключительно тем, что придумывал математические формулы для различных алгоритмов оптимизации, покупки и продажи этих ценных бумаг. И как бы там, вот в этом проекте для меня открылась новая поставить бизнес-аналитика, это математик у нас был, конкретно такой математик с бакалавриатской степенью, с магистерской степенью, который занимался именно задачами бизнеса по оптимизации тех либо иных математических формул и процессов. Он был уже больше доменным экспертом, то есть он уже разбирался именно в домене. Хорошо, Леша, скажи еще, пожалуйста, такую вещь, поскольку мы уже добрались до бэклога и то, что ты контактировал, какие вот способы поставки требований были у тебя? Да, есть на рынке, ну, то есть некоторые, я буду называть это пропагандой, некоторые люди, аналитики называют, вернее, они работают с юзкейсами, они описывают задачи юзкейсами. Вторые оперируют юзерстарями, третьи называют это спецификацией технической. И мне интересен, какой был опыт у тебя, да, за последние 6 лет, в каком виде тебе поставляли эти требования и какое тебе больше всего нравится? Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, самый простой способ поставки требований, это был Google Doc, в котором просто выписывались фичи. Это было на одном из стартапов, у меня их несколько было, и там просто выписывались фичи в Google Doc. Та фича, которая выше, та и шла в разработку. Там, естественно, не было никаких разговоров о скрамах, о каких-то методологиях разработки гибкой, но, тем не менее, бизнес-аналитик был. Уже в более позднем времени в серьезных кампаниях у нас появился скрам, соответственно, у нас появился борт, у нас появились стори, у нас появились эпики. И не знаю, юзкейсы это или нет, но стори описывались от имя пользователя всегда, и эпики. То есть я, как пользователь, хочу то-то, то-то. Я, как пользователь, хочу то-то, то-то. И вот в моем первом проекте стори декомпозировались в задачи. Уже задачи были написаны, ну, таски. Таски были написаны более техническим языком. Там уже не было формулировки «я как пользователь», «я как еще кто-то». Кто занимался разбивкой на задачи? Разработчик или совместно… Стори описывали бизнес-аналитики, а декомпозицией мы занимались вместе на собраниях по декомпозиции. То есть у нас не чисто скрам был, у нас были еще какие-то кастомные свои собрания. И там уже разработчики непосредственно с бизнес-аналитиками, иногда даже с продукт-оунером, у нас это был отдельный человек, занимались декомпозицией. То есть на входе в начале спринта, ну, у вас же были спринты, правильно, на входе в начале спринта у вас заходили юзер-стори, но они были достаточно high-level, ну, насколько я понимаю. Да, да. И уже после того, ну, то есть там было, например, нужно там реализовать отчет, он будет там в PDF-формате какой-нибудь, он должен экспортироваться. Именно так. И вот там пачка полей. И на этом все, да? Уже какие-то нюансы вы дорабатывали во время вот… Ну, да, по-моему, это у нас называлось requirement session, возможно. Не помню. Да-да, да. И на нем мы действительно эти истории разбирали уже как разработчики. Вся команда разработки сидела и думала, что куда и как. Я понял. А были ли у вас, ну, вот то, что называлось там раньше грумингами в скраме, да? То есть до начала спринта, когда вы рассматривали с аналитиком и помогали ему, ну, какие-то находить H-кейсы или что-то упустил аналитик или переразбить юзер-стори? Было ли у вас что-то такое до начала спринта? Обычно до планирования, до декомпозиции, до вот этой сессии декомпозиции истории наш бизнес-аналитик просил у нас, естественно, просмотреть все истории и просто подумать над тем, как мы их будем декомпозировать. Груминги в том понимании, про которое говоришь ты, мы не проводили. Скорее, груминги у нас, наверное, были больше похожи на Dary Stand-Up и просто на собрания, где мы делились статусом своим. Вот так вот. Я понял. Скажи, пожалуйста, ты, ну вот, если глобально ты доволен работой тех людей, которые ставили тебе задачу вот за последние шесть лет? Ну, то есть это уровень или качество задачи, которые были довольны? Я скажу так, чем более опытным разработчиком я становлюсь, тем более удовлетвореннее я чувствую себя в команде с бизнес-аналитиками. Я думаю, что это происходит из-за того, что я как разработчик начинаю расти немножко вширь уже и вникать больше в доменную область бизнеса. Потому что поначалу, когда я только начал на серьезных проектах работать, когда начинал с бизнес-аналитиками встречаться, мне было тяжело. Мне было тяжело понять, чего они от меня хотят, потому что обычно описание тех старей, даже тех декомпозированных тасок, они были, ну, очень далеки от того, что ожидает технический специалист. То есть я как технический специалист поначалу, когда был там начинающий медлом, ожидал просто набор требований технических, которые мне нужно выполнить, и все. Я не думал, что у меня будут какие-то абстрактные описания, и мне нужно будет что-то самому додумывать. В дальнейшем, вот сейчас я уже понимаю, что это была проблема моя в первую очередь, потому что я не вникал в бизнес, я, грубо говоря, я делал таску на техническом уровне, но какие-то бизнес-штучки, которые можно было бы додуматься, зная бизнес, я не доделывал. И потом на этапах тестирования это все выкатывалось боком через реопы, через дополнительные эфирты. С другой стороны, я могу сказать, что это точно так же и проблема бизнес-анализа в той же степени, потому что те бизнес-аналитики, по большей части, те бизнес-аналитики, с которыми мне удавалось работать, они развивались из менеджмента. И я не хочу сказать, что это плохо, это достаточно, но это хорошо, но все же был опыт работы с бизнес-аналитиками, которые выходили из технических специальностей, и с ними работать было гораздо проще, потому что они волей-неволей углублялись больше в технические описания, и как-то было гораздо проще понять то, чего они хотят. Плюс, естественно, коммуникация с бизнес-аналитиками всегда присутствует, и если ты чего-то не понимаешь в стори, в фича, то ты обращаешься к тому человеку, который эту сценарию создал. Если это бизнес-аналитик, и у него есть технический бэкграунд, то он тебе гораздо более доходчиво может объяснить, что там нужно делать. То есть мы можем сказать, что если у аналитика есть технический бэкграунд, даже если это курсы, например, какие-нибудь там месячные, это намного лучше, потому что с ним проще общаться. Да, да, да. Тут каждый может валить на другого, бизнес-аналитик можно сказать, что это разработчики не хотят в бизнес лезть, разработчики говорят, что бизнес-аналитики не хотят техническими бэкграундами быть. И чтобы такого не было, нужно просто как бы идти друг к другу навстречу. Я даже нашел подтверждение этой гипотезы в том, что вот мы курсы сейчас ведем, у нас простые курсы, базовые достаточно, и на эти курсы к нам приходят где-то, ну, в процентном соотношении не скажу, из десяти человек, один человек приходит с мотивацией расширить свой кругозор, потому что он, будучи менеджером, у нас один менеджер был и один бизнес-аналитик был, будучи менеджером либо бизнес-аналитиком, аналитиком они хотели лучше понимать своих однополчан, разработчиков в команде. Вот они именно поэтому пришли на базовые курсы по веб-разработке. Ты знаешь, что этим видео мы тебе привлечем новый контингент, да, постой. Я на самом деле про школу особо нигде не рассказываю. Нет, нет, ничего. Хорошо, я просто, у меня то же самое мнение, да, я когда только, ну, там, начинал, вот, занимался бизнес-анализом, прошло 2-3 года, и я понял, что я хочу дальше расти. Есть такие ITVDN в Украине, ребята, они в YouTube достаточно популярны, там, 130 тысяч подписчиков. Да, я знаю, подписан на них хороший, ребят. Вот, я тоже к ним сходил на курсы, это был .NET на 4 недели, по-моему, или 5 недель я пописал на C-Sharp, узнал, что такое client-сайт, там, backend, server-сайт и все эти штуки. Вот, дальше я там даже сам писал плагины, сделал там небольшой для себя проектик, и я почувствовал, насколько мне стало легче общаться, не то что общаться с, скажем так, обыденным разработчиком, да, простым, а в тот момент, когда я разрабатываю какие-то фичи или когда я делаю декомпозицию старей, я понимаю, что можно сделать, допустим, например, frontend можно реализовывать без backend, в принципе. Ну, backend может подождать, потому что можно сделать все на mock-овых данных, там, это, ну, и так далее. Когда у тебя идет декомпозиция, ты смотришь, как это будет реализовываться, ты можешь разбивать фичи по-разному. И также, в принципе, строить vision для команды и строить сам процесс разработки продукта. Поэтому здесь я плюсую, я за то, чтобы люди как можно больше знали. Почему спросил, да, потому что с своей стороны я очень часто слышу, ну, как минимум в Украине, это то, что ребята говорят, мы бизнес-аналитики, мы не должны вообще понимать, что там происходит. Но я хочу... Все точно так же у нас абсолютно. Я хочу донести людям, что то понимание бизнес-анализа, которое есть в аутсорсинге на сегодняшний день, как минимум в Украине, я думаю, в Беларуси и в России то же самое, это не тот бизнес-анализ, о котором пишут на Западе, да, когда ребята работают с клиентом, они занимаются реинжинирингом процессов, реорганизацией там бизнес-структуры и так далее, да. То есть здесь в аутсорсинге они больше завязаны на деливери продукта. И для того, чтобы это деливери было более качественно, временно, вовремя и как можно правильней, ну, нужны скиллы, поэтому я поэтому и спрашиваю. Окей, скажи, мне еще интересен такой вопрос. Я слышал, что, и ты мне писал, по-моему, что ты больше с этлоном на бэкэнд, чем в фронтэнд. Да. Вот. Скажи, чего тебе, как бэкэнд-разработчику, хотелось бы, да, то, чего тебе не хватает. В начале, в начале разработки, то есть когда к тебе приходит аналитик, неважно, кто это, кто этот человек, который ставит требования, какие бы артефакты или какая тебе информация нужна для того, чтобы правильно начать реализовывать фичу. Допустим, это с самого начала проекта, вот когда мы говорим о том, как тебе строить архитектуру. Фича большая, которая будет строиться, например, месяц или два, да, то есть это не две кнопки. Вот какой тебе не хватает информации, чтобы ты правильно мог оценить свою работу и построить архитектуру? Что бы тебе хотелось знать? В идеальном случае хотелось бы, конечно, видеть готовые портотипы. То есть я как бэкэнд-разработчик, моя задача какая? Моя задача выдавать информацию правильно, в правильном виде и в правильном месте. И самое большое страдание у бэкэнд-разработчика это страдание, связанное с изменением интерфейсов клиентов, которые обслуживаются теми программами, которые мы пишем. Потому что, грубо говоря, была у нас одна сущность, в МОКах она была описана таким-то образом, потом мы начали разработку, начали разработку клиентские приложения, и через полтора месяца эта сущность вдруг взяла и изменила какой-нибудь свой базовый параметр. И мне как бэкэнд-разработчику приходится переделывать и базу данных, мне приходится переделывать и мой код. Из-за этого страдают и клиенты, потому что меняются контракты, меняются соглашения, по которым мы обмениваемся данными. Это очень болезненно. Чтобы этого избежать, нужно иметь на входе как можно более clear vision того продукта, который есть. Самый чистый вот этот вот взгляд, самый ясный взгляд дается через предоставление дизайнов. Когда есть дизайн, приложение, либо сайта, ты уже как бэкэнд-разработчик можешь примерно прикинуть, какие будут сущности, какие нужно будет делать эндпойнты, какую эндпойнт и какую информацию нужно будет выдавать. То есть дизайн – это, наверное, главное. Основываясь на дизайне, ты уже все можешь дальше раскрутить полностью. Согласен, но если, допустим, достаточно часто, когда у тебя очень много фоновой логики, то, что говорится там behind the scenes, и на макапах просто этого не увидишь. У тебя нажимается кнопка, идет процессинг, и в конце у тебя обновились данные. Как насчет, например, диаграммы классов, которые тебе должен предоставлять аналитик вначале? Пускай это будет не entity relationship model, уже которую тебе нужно переложить на структуру базы данных, а диаграмму классов, когда тебе аналитик может предоставить, какие сущности хотя бы как минимум с точки зрения бизнеса, и какие у них связи. Слушай, но это будет вообще high level, потому что я в своей практике еще ни разу не встречал аналитиков, которые действительно могли бы прям диаграмму классов, ERM-диаграмму нарисовать. Это было бы круто, когда ты знаешь объекты, которые будут в системе, тебе намного проще. А если это диаграмма классов, то наверняка в этой диаграмме классов уже будут и связи. А это по факту готовая база данных, которые тебе нужно просто руками реализовать. Это уже половина работы на старте проекта. То есть, ну да, это было бы очень классно. Но я такого никогда не видел. Дата-аналитики изредка предоставляют диаграммы классов моим товарищам. Но дата-аналитик – это уже по факту наполовину программист. Ну, к сожалению, да. То есть, это то, что, допустим, из моей практики, да, это то, что я проповедую, что аналитики или там requirements manager, ну, неважно, как их назвать, они должны понимать, что такое база данных и что такое модель данных. И, допустим, в своей практике я занимался дизайном баз данных, поэтому я общаюсь, ну, я смотрю на фичи с другой точки зрения. И это то, что я хочу донести вот там своим зрителям, что он… Ну, смотри, тут тоже еще немножко все зависит от того, какие технологии будут использоваться на проекте. То есть, первоначально, когда есть дизайны, было бы неплохо еще согласовать с бизнес-аналитиком технологический стэк. И если это будут нереализационные базы данных, то там совершенно другие будут и связи между моделями. Там, в принципе, будут не модели, если это не ноутс SQL баз данных. То есть… Согласен. Было бы еще круто на самом начале выявить все технологии и задокументировать их, которые мы будем использовать. И уже от них отталкиваться. И дальше диаграммы классов, дальше все какие-нибудь валидационные правила. Это было бы очень классно. Единственное, тут главное, чтобы бизнес-аналитик не углубился настолько, чтобы разработчику было некомфортно, чтобы он как бы не вторгался в зону разработки уже. Когда бизнес-аналитик начнет рассказывать тебе, как связи правильно в базе данных делать, тут может мискоммуникейшн возникнуть. Согласен. Это здесь и конфликт может… Хорошо, можем. То есть, смотри, я со своей практики могу сказать, что, допустим, то, что я поставляю как команде разработки, это юзер-стори, в которой написаны четкие acceptance criteria там 1, 2, 3, 4, 5. Это по-любому макапы, которые должны быть, которые покрывают конкретно рамки этой юзер-стори. Ну, потому что я там оперирую и проповедую юзер-стори. Это заотаченные МОК-данные, потому что, вот, допустим, даже сейчас у меня проект, который идет, у нас очень много интеграций, но интеграции не готовы с той стороны, поэтому мне нужно там придумывать МОК-данные, которые будут. Это предоставление МОК-данных в том или в ином виде. Желательно, чтобы они покрывали кучу кейсов. Это страница на Confluence. Ну, так или иначе, есть какая-то документация, в которой будут описаны бизнес-процессы. Насколько тебе интересны вообще бизнес-процессы в том или ином виде? Я вообще сторонник того, что любой разработчик должен вникать в бизнес-процессы и должен им интересоваться. Причем интересоваться не из-за шкурного интереса, а потому что, ну, как это, потому что это часть его работы. И поэтому в любом случае это нужно. И документирование на Confluence бизнес-процессов это важная составляющая. Но тут очень часто сталкиваемся мы с такой проблемой в командах, что документация очень быстро протухает. И за ней, к сожалению, почему-то никто следить не хочет. И вот на этапе, наверное, первой странички документации нужно утвердить те правила, по которым мы будем следовать при написании документации и назначить того человека, который будет документацию обновлять. Потому что она постоянно тухнет. Это большая проблема. Согласен. И потом все говорят, ну, это же agile. Ну да, да. Хорошо, скажи еще такой мне интересен вопрос. Был ли у тебя опыт менеджмента нескольких команд? Был ли ты техническим лидером? Нет, техническим лидером прям нескольких команд я не был. У меня под моим крылом в рамках стартапов было несколько разработчиков. В рамках своих работ я скорее являюсь более техническим специалистом, чем менеджером. И вот как раз сейчас, на данном этапе, я стараюсь уйти больше менеджерства. Я понял. Хорошо. А проекты, в которых было больше двух команд, скажем так, одновременно? Были такие? Вот прям сейчас у меня такой проект. И причем он такой очень яркий представитель этой области, двух разрозненных команд. Потому что я сейчас участвую в проекте, в котором я являюсь лидом одной команды. Командой разработки клиентского приложения бэкэнда. И у нас есть вторая команда, которая разрабатывает администраторскую часть. И получается, обе эти команды абсолютно разрознены. Они не общаются на уровне NDA. Я имею в виду команду разработки администраторской части, команду разработки клиентской части. А я, как разработчик бэкэнда, я поставляю данные и для одной команды, и для второй команды. Но как бы являюсь частью команды клиентской. У вас один аналитик или... Да, у нас один аналитик, который имеет полный доступ к обоим командам. Но поскольку мы команда разработки клиентской части и бэкэнда на уровне NDA не имеем доступа к коду и к каким-то обсуждениям фич администраторской части, мы от этого очень страдаем. Потому что коммуникация у нас происходит исключительно через бизнес-аналитика и технического директора. Поэтому плохо. Хорошо. А скажи еще, мне такой интересен вопрос. Очень... Ну как? Это очень такое подвешенное состояние. И сам вопрос, насколько детализированными должны быть требования. Потому что, ну, знаешь, нету четко где-то там прописано, что требования должны быть прописаны вот так вот, да? И, например, валидационные рулы или там какие вэлью там могут быть в инпуте, какие не могут. Ну, то есть, вот как ты считаешь, насколько детально должны быть прописаны все требования, когда вы берете в разработку ту или иную там фичу, юзерстории? Слушай, ну, на самом деле долго рассуждать не нужно. Чем детальнее, тем лучше. Но стоит понимать, что чем детальнее, тем больше времени на это тратится. И тем более вероятно, что какая-то из опций станет ненужной, а вдруг почему-то. Больше времени тратится. Ты что-то имеешь в виду как разработчик? Ну, я имею в виду, что про... У нас технические проблемы. Так, можешь еще раз повторить, пожалуйста, начиная с... Да, да, да. Ты имеешь в виду... Я имею в виду, что чем более детально описана сториа, тем больше времени тратится на это описание, потому что нужно выявить все кейсы, нужно сдокументировать их, но тут повышается риск того, что эти кейсы станут... Ну, протухнут тоже. Но если с точки зрения разработчика, давай так, мы не переживаем насчет аналитика. Пускай он пишет. Я вообще как разработчик, который любит работать в идеальных командах, любой разработчик, наверное, любит в идеальных командах работать, я от бизнес-аналитика не ожидаю детальной, в принципе, проработки стори, потому что обычно в идеальных командах у нас этим занимаются тестировщики. перед тем, как взять стори на разработку, на разработку, тестировщик пишет все тест-кейсы. И когда у тебя уже есть тест... И ты как разработчик, начиная разрабатывать таску, ты просматриваешь все тест-кейсы, а тест-кейсы, это по факту есть наборы тех параметров, которые должны быть выполнены при разработке. А как же вы начинаете первый день спринта, когда еще тест-кейсы не написаны? Ну, тут очень... Да, тут сложно. Тут, конечно же, сложно. Но я так называю, что тестировщики тоже не просто из головы берут эти тест-кейсы, им тоже нужны какие-то описания того, какая валидация должна быть на том либо ином поле, либо какая логика должна быть в той либо иной функциональности зашита. Ну, и как разработчик, конечно же, мне хочется как можно больше информации, потому что это большая проблема того, что стори не описаны до конца. Стори вообще очень редко описываются полноценно, к сожалению. Вот в моей практике, наверное, из сколько там, шесть бизнес-аналитиков, бизнес-аналитиков было со мной на одних проектах, и, наверное, только один парень, что странно, парень, описывал стори прям идеально. У него вот этот парень, у которого был технический бэкграунд, он описывал их очень много, очень долго, и он тратил на это даже личное время, но, тем не менее, это была конфетка. С другой стороны, были бизнес-аналитики, ну, сказать, даже не бизнес-аналитики были, были менеджеры, которые выполняли и роль бизнес-аналитика, и роль менеджера команды, которые просто из-за нехватки времени там стори описывали двумя предложениями, ну, а дальше у них была логика такая, что ты когда к стори приступаешь либо к таске, ты просто подходишь и общаешься с этим менеджером. И это как бы не всегда хорошо работало, потому что, когда ты начинаешь таску, менеджер не всегда доступен, ты думаешь, ай, ладно, сам сделаю, начинаешь делать, и потом, оказывается, надо что-то переделать. Ну, да, это проблема, и я тоже сталкиваюсь с такой проблемой, и я борюсь с этим. Вот у меня интересно твое мнение. Я убежден в том, что команда разработки, ну, то есть разработчики, это фронт-энд, бэк-энд, я беру вот, да, команду разработки, что это мини-завод. И этот мини-завод должен принимать требования в виде юзер-старей, как, допустим, необработанное дерево, и в конце спринта это должны выходить там ювелирные какие-нибудь изделия. И этому заводу, в принципе, все равно, кто это бревно сделал, ну, то есть, какой аналитик. И вот эти вот юзер-старей в виде бревен, они должны быть настолько четкими, классными, сделанными быть, чтобы команда могла взять в любой момент любое бревно и сделать его. Вот как ты считаешь, вот такой вот подход этого завода, он хороший или он плохой? Потому что, допустим, я пропагандирую подход, когда аналитик должен написать там юзер-сторей, и его, в принципе, может и не быть. Но юзер-сторей все равно могут сделать без его присутствия. И вот, что ты скажешь по этому поводу? Слушай, ну, это еще, наверное, от бизнеса очень зависит и от команды разработки. Если у тебя команда разработки достаточно профессиональная, а еще если она работала в этой жидоменной области, то ты можешь очень хорошо экономить на описании историй. Потому что многие вещи они будут делать автоматически, и тебе, в принципе, не нужно контролировать эти вещи. Ну, например, зачем тебе, как, не знаю, владельцу мобильного какого-нибудь приложения по ресторанам, знать, как будет работать валютационное правило на регистрации для имейла. Потому что регистрация для имейлов, она, правила для имейлов, они везде одинаковые. Если команда более-менее смышленная, она эти правила реализует. В то же время, если у тебя есть какие-то особенные формулы для расчета стоимости блюд, то, конечно же, тебе их нужно как можно более детально описать. Потому что разработчики не то что-то они сделают, они, команда разработки, она просто не будет знать, откуда поступиться. Хотя бы рассказать, рассказать о том, как сделать и, может быть, показать примеры, это уже будет хорошо. То есть, если ты не знаешь конкретных требований, у нас было такое правило в стартапе, если ты не знаешь, как сделать фичу, то делай, как делает это Apple. Это хорошо. Хотя бы пример. Это только с Google. Вот я не знаю, как сделать, я беру дизайнера и говорю, ну вот смотри, Google сделал так, давай сделаем так же самое. Ну вот давай. Ну да, наверняка они кучу бабок в это вкинули, исследование. Хорошо, смотри, раз уж мы подошли еще, вот с точки зрения фронт-энд разработчика, да, теперь я бы хотел еще с тобой так побеседовать. Вот, допустим, на моем пути я решаю одни и те же самые проблемы с разными командами, с разными клиентами, с разными проектами, но проблемы одни и те же. Это как должны хендлиться или там какое должно быть поведение компонентов на UI. объявляю. Объясню почему, да, потому что каждый проект мы берем, допустим, новые библиотеки. Вот сейчас у меня на проекте это React и мы взяли React, какая-то там библиотека есть в общем. И вот поведение компонентов у нее свое, да, хотя до этого мы думали, что мы возьмем Bootstrap, там, обернем его, будем смотреть. И вот как вы договариваетесь или как ты считаешь и кто это должен вообще хендлить, вот договорники между дизайнером, фронтендером и бизнес-аналитиком по поводу поведения компонентов, как должен вести себя Type-Ahead или как должна идти валидация самих инпутов, это будет снизу, сверху там, ну и так далее, вот такие вещи. Нужно ли это описывать в юзер-старях? Слушай, ну обычно вещи, касающиеся UI, разруливаются дизайнером, то есть в лучшем, в идеальном случае у нас на МОКах уже все эти вещи разрулены на интерактивных МОКах и как бы разработчику задумываться не надо. В среднестатистическом случае у каждой команды есть Team Lead, у фронтенд команды, у бэкенд команды и Team Lead может просто встречаться с дизайнером, с бизнес-аналитиком и решать эти вопросы. Если у него есть на это время. Плюс, конечно же, никто не отменял следование Style Guide, наверняка так уже кто-то делал, наверняка этот кто-то уже задокументировал такой подход общий, поэтому этим подходом нужно следовать. Просто на начальной фазе нужно договориться, каким Style Guide мы будем следовать, какому подходу в проектировании компонентно мы будем придерживаться. как ты думаешь, кто этим должен заняться? Ну, потому что я почему спрашиваю такие каверзные вопросы? У меня почти все мои проекты это проекты с нуля и с новыми людьми. И я встречаю одни и те же самые проблемы, что получается вот так вот. Ну, как бы кто-то из них, но не я. То есть есть... но этим... Я понял. Этим должна заниматься вся команда вместе. Как минимум, потому что все должны быть на одной волне, на одной странице. On the same page. Даже если тебе кажется, что человек, какой-нибудь рядовой джун, он не должен знать таких вещей, он там будет делать какую-то работу, которую ему дали, то мне кажется, что все равно пусть он лучше поприсутствует, послушает и будет мотать на усы и больше понимать в том, что творится на проекте. Другое дело, кому давать право вета и кому давать последнее слово, кто будет решать. Будем мы делать так либо не так. Это уже, наверное, должен быть человек, с сомнением которых будут все считаться. Либо несколько человек из разных команд. Ну и, скорее всего, это кто-то из более опытных специалистов для разработчиков будет, потому что разработчики всегда равняются на более опытных коллег. То есть, можем ли мы сказать, что, в принципе, в случаях договоренности между дизайнером и фронт-эндом бизнес-аналитик, в принципе, может не участвовать? И этот вопрос может решиться между этими двумя участниками? Я считаю, что бизнес-аналитик должен присутствовать, но не иметь активной позиции. Просто слушать. Если же там какая-то договоренность прямо печется, прямо она окажется бизнес-аналитику не такой, как должна быть, то, конечно же, он тут должен высказать свое мнение, поскольку все-таки он является провайдером функциональности и он следит за всем продуктом в целом. за всем продуктом в целом. А в общем случае лучше просто слушать и дать специалистам разобраться. Окей. Хорошо. Это мое мнение. Оно не истинно в конечной станции. Да, мы просто, опять же, это мнение твое-мое и некоторые ребята, которые будут смотреть, они будут согласны, некоторые не согласны, некоторые вообще все равно. Ну, то есть, мы посмотрим. У меня еще вопрос, вот то, что меня, допустим, беспокоит. Например, опять же, с точки зрения фронт-энд-разработчика, когда мы говорим о дейтпикере, это достаточно частая задача, да, и дейтпикеров есть масса, вот просто разное поведение. Твое мнение, перед разработкой, вот как фронт-энд-разработчик и вообще, в принципе, бэкэнд, ты считаешь, нужно ли, чтобы описание самого компонента было зафиксировано в юзер-старе? Или можно его просто нарисовать, дать ссылку на библиотеку и сказать, ну, вот так вот? Что ты имеешь в виду под описанием? Ты имеешь в виду описание конкретной реализации? Да, смотри, я тебе приведу пример дейтпикер. У него есть ход вперед-назад, месяца переключать, когда ты нажал на год, у тебя там появилось количество годов. Если это кастомизируемый какой-нибудь дейтпикер, который там надо добавить кнопку clear date или там cancel или apply или еще что-нибудь, как ты считаешь, нужно ли вот такие вещи, да, которые уже, в принципе, реализованы большими гигантами, их описывать в юзер-старях? Или можно просто дать ссылку, типа, ребят, ну вот там где-нибудь в material UI, вот вам есть дейтпикер, сделайте такое же. Так, вопрос интересный. Если тебе бизнес позволяет настолько детально все описывать... Бизнесу все равно, ему нужен дейтпикер. А, бизнесу все равно, да, то есть бизнесу все равно, что мы начнем проект разрабатывать через полгода, потому что полгода мы будем обсуждать. Чтобы ты правильно меня понял, да, есть бизнес, допустим, мы говорим о модели, когда это аутсорс-компания, есть бизнес, который говорит, ребят, мне нужно репорт, который будет, вот ты выбрал от и до, и он показал, не знаю, там записи какие-то, что было создано от и до. Как будет работать компонент, ему абсолютно все равно, да, но этот компонент нужно реализовать и разработать. И помимо разработчика есть еще тестировщик на стороне аутсорсинг-компании и потом еще будет тестировщик на стороне клиента. И здесь вопрос, насколько вот детально для своей команды должен дать бизнес-аналитик понимание, что нужно сделать, потому что он может потом прийти и сказать, блин, ну, ребята, это фигня, а вы скажете, так где было написано? Ну, понятно, слушай, тут нужно как-то идти по пути на меньшего сопротивления, если бизнесу пофиг, как она будет реализована, а главное, чтобы была вот эта функциональность, то лучше сделать стандартное какое-то решение, чтобы потом не делать дополнительные эфорты, чтобы переделать свою же работу. Лучше, наверное, просто докинуть какой-то функционал, чем потом свой же переделывать, если нет никаких специфических требований. Леш, конкретизирую вопрос. Должно ли быть четко написано в UserStory, что эта кнопка должна вестись конкретно так? Я считаю, что нет. Если у тебя в команде плюс-минус опытные разработчики, они сами включат голову и поймут, как можно сделать грамотно тот либо иной компонент. Если у тебя в команде куча джунов, либо студентов из IT-школы, то, конечно же, тебе нужно все описать прям детально. Потому что даже не потому, что они сделают плохо, а потому что они тебе потом просто голову вопросами задурят. Можем ли мы сказать, что если у тебя синиеры, то они не будут задавать вопросы? Ну, вернее, как? Не так, перефразирую. Если это синиер став, то он уже сам придет к тебе к решению и скажет, ребята, нужно сделать вот так вот, это будет работать, это классно, потому что я уже сделал там 250 штук таких. И есть проблема. Раз, четыре, пять. Я даже, наверное, сказал бы, что я уверен, что так и будет. Синиер став, он будет задавать более высокоуровневые вопросы. И как-то такие мелочи, синиеры, они будут сами между собой быстренько решать и не дергать лишний раз остальную часть команды. Окей. Ну, я тут тоже как бы достаточно солидарен с тобой в этом вопросе. Хорошо, Леш, у меня, в принципе, по вопросам, ну, как бы, вопросов есть много, да, можно дискуссировать немеряно. Я думаю, мы еще с тобой поговорим там когда-нибудь отдельно. Я хотел тебя поблагодарить за твои комментарии, за твой вижен. я буду дальше у себя тоже развивать комьюнити, смотреть, как это будет работать. Я думаю, наш ролик с тобой принесет пользу тем людям, кто только входит в IT, кто уже в IT. и, возможно, это поможет кому-нибудь. Есть ли у тебя ко мне какие-то вопросы или пожелания? Я не знаю. Слушай, ну, вопросов нет. Пожелания. Ты все делаешь круто и продолжай то, чем ты начал заниматься, потому что действительно есть нехватка знаний у новичков и нехватка понимания того, чем занимаются те, либо иные люди в командах. И вот именно появление таких проектов, как твой блог, как блоги других ребят-IT-шников, которые рассказывают про свои профессии изнутри и стараются делать это более-менее простыми словами, они сужают этот гэп, эту яму между людьми разных профессий. Поэтому обязательно продолжай. Спасибо тебе. Я на твой блог подписан, я его смотрю с удовольствием. Много чего для себя подчерпываю очень интересного. Если нужны будут советы с точки зрения разработки, с точки зрения введения канала, даже еще что-нибудь, обязательно обращайся, буду рад помочь. Хорошо. Все, спасибо, Леша, спасибо вам за то, что слушали. Пока. Пока. Выдохнули.